Уже в августе волгоградцы в своих платежках за коммунальные услуги увидят более высокие цифры. С 1 июля повышаются тарифы ЖКХ. Холодная, горячая вода, водоотведение, газ, тепло и электричество для большинства жителей Волгоградской области подорожают на 4%. Повышение тарифов происходит ежегодно, однако собственники к этому привыкнуть не могут, и это событие их пугает каждый раз. Почему уже не первый год происходит повышение тарифов на услуги ЖКХ, рассказали на пресс-конференции представители профильных организаций и ведомств. Повышение тарифов за коммунальные услуги пройдет по всей стране, однако везде по-разному. Цена за газ и электроэнергию по России едина, а вот по теплу и воде устанавливается для ресурсосберегающих организаций индивидуально. В Волгоградской области изменения коснутся всех муниципальных районов и поселений и составят в среднем 4%. Однако в двух субъектах области увеличение тарифов на горячую и холодную воду, газ, отопление, электричество и водоотведение будет все-таки больше. Повышение тарифов, а как следствие повышения платы за 6 вот этих видов коммунальных услуг, которые вы перечислили, в городе Волжском будет не более 5%, а в городе Жирновск не более 6,3%. То есть не Жирновский район, а именно город Жирновск. Ежегодное повышение тарифов связано с инфляцией, ростом стоимости топливно-энергетических ресурсов и расходами на ремонт коммунального хозяйства субъекта. В целом же по нашему региону повышение платы для граждан за коммунальные услуги установлены в рамках предела допустимого роста. Но несмотря на это, любое увеличение платежей у населения вызывает беспокойство. Вопрос об основанности формирования цены и основания повышения в нашем городе контролирует по распоряжению губернатора общественная палата. Мы не оставим любые попытки залезть в кошелек нашим гражданам. Вот что самое важное, я хотел сказать, мы, наверное, первый регион, где общественная палата имеет прямое поручение руководству в области, конкретно губернатора Андрея Ивановича, как раз заниматься этим вопросом. По-моему, аналогов уже я что-то не слышал, чтобы где-то общественники занимались, в том числе включены были в эту работу. Так что мы здесь пионеры и, поверьте, мы с максимальным вниманием этот вопрос будем отрабатывать вместе с нашими специалистами. Для жителей нашего региона также существуют компенсации за оплату коммунальных услуг. Если собственник жилья больше 22% от совокупного дохода семьи оплачивает за коммунальные услуги, он имеет право получить субсидии. Если же гражданин не уверен в правильности цифр в своих платежках и считает их завышенными, сложных расчетов самому ему делать не стоит, а за разъяснениями он может обратиться в свою управляющую компанию. Если собственник видит, что ему неправильно начислена плата за коммунальные услуги, он должен обратиться с соответствующим заявлением в управляющую организацию, которая управляет домом, в котором он проживает, для того, чтобы провести сверху расчетов. Если начисление платы действительно произошло с ошибками, управляющая компания обязана вернуть излишне начисленные суммы. В случае, если управляющая компания отказывается вернуть деньги, собственник может обратиться в надзорные органы или в управление жилищной инспекцией. Хочется верить, что до этого все же не дойдет и повышение тарифов сильно не ударит по кошельку волгоградцев.